Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим, когда метастазы в кости единственное проявление болезни диагностика клиника лечения. Сейчас попрошу вас проголосовать, что есть прогрессирование больных с костными метастазами. Это синдром остеобластической вспышки, болевой синдром, появление новых костных очагов, увеличение костных очагов с наличием мягкотканного компонента. Прошу вас проголосовать, выбрать ответ, который вам наиболее нравится, что вы бы включили. Первый ответ. Синдром остеобластической вспышки 3%, второе, болевой синдром 10%, третье, появление новых костных очагов 72%, увеличение костных очагов с наличием мягкотканного компонента 15%. Спасибо большое. Ну давайте продолжим. Мы потом еще с вами в конце проголосуем. Метастазы в кости, когда единственное проявление болезни рака молочной железы. 70% пациентов с гормонопозитивным HER2 негативным метастатическим раком молочной железы уже имеют метастазы в кости во время первичной диагностики. Выживаемость при гормонопозитивном HER2 негативном раке молочной железы достигает 65 месяцев. При HER2 позитивном и трежды негативном раке молочной железы это 40 месяцев. Половина пациентов с костными метастазами минифицируют и имеют симптомное течение либо осложнение. Это болевой синдром, симптомы компрессии, патологические переломы. Метастатические очаги костные при раке молочной железы, они бывают остеолитические, где преобладают процессы остеолиза, либо это остеобластические, где процессы, склеротические явления преобладают, либо смешанные. В равной степени присутствуют как литические, так и склеротические очаги. Ну, какие основные методы диагностики поражения скелета? Это остеосцентиграфия, рентгенография, либо компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ. Что касаемо остеосцентиграфия? Это рутильный скрининговый метод диагностики. Благодаря радиозатопному технецу, маркеру остеобластической активности и увеличению кровотока происходит сканирование костей. Мы видим очаги. Активация костиобразования в процессе лечения ведет к появлению новых очагов, так называемых горячих очагов. Этот метод не подходит для динамики оценки процесса системной терапии. Высокое накопление радиофармпрепарата может наблюдаться не только при онкологическом заболевании, а также при травмах, различных воспалительных дистрофических заболеваниях костной системы. Ложно-отрицательные результаты могут быть получены как при быстром росте чисто остеолитических метастазов, при авоскулярных очагах, так называемом холодном очаге. Рентгенография. Этот метод также не может использоваться для первичного выявления метастазов. Он не рекомендуется для оценки эффективности лекарственной терапии. Конечно, тут исключение имеют трубчатые кости. Остеобластические костные метастазы считаются неподдающимися оценке на простых рентгенограммах. Метод малочувствительный, так как чтобы распознать деструктивное поражение губчатой кости, очаг должен быть более 1 см в диаметре. И должна быть потеря минеральной плотности более чем на 50%. И стоит отметить, что около 20% видимых очагов на остеосцинтиграмме остаются негативными на рентгенограмме в течение до полугода. Компьютерная томография имеет высокую специфичность до 94,8%. Основной метод, уточняющий диагностики костных метастазов, также он широко используется как метод навигации для проведения биопсии при костных метастазах. Имеет низкую чувствительность метод, малый размер исследования зоны и, конечно же, это лучевая нагрузка, которую несет. Новый метод, который мы активно в нашем институте используем, ОФЭКТ-КТ, в который, можно сказать, включает в себя два метода, как радиозатопная, так и компьютерная томография. Что он нам дает? Это улучшение качества ядерных данных благодаря коррекции аттенуации, точная анатомическая локализация очагов гиперфиксации радиофармпрепарата, КТ-характеристика выявленных очагов гиперфиксации радиофармпрепарата, КТ-детекция сцентографических негативных очагов и сцентографическая детекция рентген-негативных очагов. МРТ – высокочувствительный метод при костных метастазах и обладает также высокой специфичностью. Основной метод для диагностики и принятия решения для пациентов, у кого имеются переломы позвонков и компрессии спинного мозга. Этот метод рекомендуется для оценки эффективности противоопухолевой терапии. Также возможна единовременная диагностика вне костных метастазов, таких как печень, голов, мозг. Ограниченная доступность у метода. Пациенты с большим весом и с наличием металлоконструкции порой мы не можем провести МРТ. ПЭТ-КТ – это метод первичной диагностики изменения в скелете. Чувствительность метода ПЭТ при костных метастазах 89,7%, специфичность 96,8%. Неспособность дифференцировать злокачественные заболевания от воспалительных изменений. Он также не рекомендуется для оценки эффективности изменений противоопухолевой терапии. И все-таки, если такая оценка проводится, следует делать вывод о прогрессировании костных метастазов, только если в этом очаге накопление радиофарм препарата на ПЭТ соответствует прогрессирующему очагу по данным компьютерной томографии. Что касаемо оценки эффективности по РЕЦИСТ. Ранее костные метастазы относились к неизмеримым очагам. В настоящее время в характеристики РЕЦИСТ были изменения внесены. Согласно РЕЦИСТ-1, только литические или смешанные костные метастазы с наличием тканного компонента, если они соответствуют критериям измеримости, то их можно считать измеримыми очагами. Критерии оценки костных метастазов МД Андерсоном и ПОРИЦИСТ-1. Мы видим, что есть такое понятие, как остеобластическая вспышка. Это интервальная визуализация поражений со склеротическим ободком или новые склеротические поражения на фоне других признаков ответа и отсутствием прогрессирования. Хотелось бы показать слайд, на котором мы видим оценку эффективности при проведении радиозатопных исследований. Радиозатопное исследование костей является косвенным показателем метастатического поражения, так как он не оценивает остеобластический ответ на сами онкологические клетки. Видим, что радиозатопный метод исследования выполнялся на Безлане перед началом лечения, далее проводилась диагностика на 12-й неделе, на 18-й неделе и на 24-й неделе. Что он нам говорит? После начала лечения к 12-й неделе, это период вспышки, который происходит, мы видим, что на скелетике появились новые очаги на первых двух. И оценка радиозатопного метода проводилась на 18-й неделе. И мы видим, что в первом ряду скелетика все осталось на том же уровне, 4 очага. Это гласит о том, что отсутствие признаков прогрессирования. Чуть ниже видим, что у скелетика появились новые очаги. Это говорит о том, что у пациента имеется прогрессирование. То есть мы сравним метод на 12-й неделе, в период, когда уже вспышка прошла, и на 18-й неделе, когда мы уже реально оцениваем, эффективно ли лечение, которое мы проводим. Это пример как раз-таки остеопластической вспышки до начала лечения и через начало, через 4 месяца после начала лечения. Видим, что появились новые очаги. Это оценка эффективности при помощи ОФЭКТ-КТ. Это уже наши наработки. Видим также, что очаги светятся, но при детальном рассмотрении на КТ видим, что это склеротический очаг. Таким образом, структура костной ткани редко восстанавливается при эффективной терапии. И появление остеосклероза литического очага может быть использован в качестве критерия ответа заживления. Появление новых остеосклеротических поражений не является признаком прогрессирования процесса, если нет других доказательств прогрессирования заболевания. Таким образом, при наличии некостных метастазов, костные метастазы оцениваются как неизмеряемые очаги. При наличии только костных метастазов, очаги могут быть измеряемыми только при наличии мягкотканного компонента по данным компьютерной томографии МРТ у ФЭКТ-КТ. Остеосцентиграфия ПЭТ-КТ является скрининговыми методами диагностики. Синдром вспышки не признак прогрессирования. Признак положительной динамики появления остеобластического очага. Грамотная оценка динамики костных метастазов позволяет получить больному грамотный план лечения. Что касаемо клиники, это болевой синдром, патологические переломы наблюдаются. 15-25% длинных трубчатых костей, у 46% это компрессионные переломы позвонков и синдромы компрессии спинного мозга и гиперкальцемии. Несколько слов о лечении пациентов. В первую очередь, хотелось бы сказать о системном, куда входит лечение остеомодифицирующими агентами, гормонотерапия, и, главное, выработать правильный план назначения гормонотерапии с включением определения мутации ВРК, ПИА-3К. Это химиотерапия. Также необходимо при трижды негативном раке определение ПДЛ. Это таргетная терапия при ХЕР-2 позитивном раке молочной железы и иммунотерапии, что касаемо при трижды негативном раке при наличии ПДЛ-экспрессии. И локальные методы лечения, к которым относятся лучевая терапия, и хирургическая стабилизация, и криодеструкция. Остеомодифицирующие агенты. Назначение остеомодифицирующих агентов возможно только после подтверждения метастаза в костях, рентгенологически или при помощи МРТ. Остеосинтиграфия не является основанием для назначения остеомодифицирующих агентов. Также при назначении остеомодифицирующих агентов пациентам необходимо принимать препараты кальция и витамин D. Остеомодифицирующие агенты, как долго их нужно проводить? Четкого ответа по данным литературы нет. Но по данным многоцентровых исследований, залиндроновая кислота должна проводиться пациентам ежемесячно в течение 6 месяцев. Дальше возможен переход раз в 3 месяца в поддерживающем режиме. Что касаемо деносумаба, он вводится ежемесячно. Данных о поддерживающем режиме пока нет. И появление новых очагов в костях или развитие костных осложнений в процессе лечения остеомодифицирующими агентами не является показанием к их отмене. Таким образом, остеомодифицирующие агенты уменьшают частоту осложнений, связанных с поражением костей, удлиняют периоды возникновения новых склеротических осложнений, снижают болевой синдром и потребность в анальгетиках и улучшают качество жизни пациентов. И прошу еще раз вас проголосовать, что есть все-таки прогрессирование у больных с костными метастазами. Синдром остеобластической вспышки, болевой синдром, появление новых костных очагов, либо увеличение костных очагов с наличием мягкотканного компонента. Да, коллеги, голосуйте, пожалуйста. Но я пока воспользуюсь паузой и задам вопрос. А вот скажите, пожалуйста, есть какие-то критерии на основании тех лучевых методов диагностики, когда мы должны говорить, что мы должны переходить от системного лечения, допустим, к какой-то хирургическим вмешательствам, стабилизирующей операции или, может быть, эндопротезированию даже, чтобы не упустить этот момент логического перелома? Владимир Владимирович, ну да, здесь, конечно же, обсуждение идет, особенно если у пациента выявляются компрессионные переломы, в первую очередь это обсуждаться должно. Либо если... Нет, я имею в виду, когда перелом есть, то уже понятно. А какие-то признаки, что есть угроза. Угроза перелома, компрессия. Именно угроза, а не уже имеющиеся. Да, абсолютно. Какие лучшие методы диагностики применять для этого? В первую очередь это МРТ. Магнитно-резонансная томография, да. Это единственный метод, который вообще позволяет при планировании хирургического лечения, как правильно спланировать операцию, какой доступ выбрать, используется. Так, результаты. Вы видите, что есть прогрессирование у больных с костными метастазами. Первый вопрос, первый ответ, вернее, синдром. Остеобластической вспышки 2%. Болевой синдром 6%. Появление новых костных очагов 40%. Увеличение костных очагов с наличием мягкотканного компонента 52%. По-моему, и четвертый там был 72%, по-моему, что ли, было процента до этого. Мало было. Мало было. Было. Новых очагов. А нет, 20 где-то было много, да? 20, да. Осталось? 52, да. Там голосовали все за появление новых очагов. Спасибо, Вероника Викторовна. Поехалось... Спасибо, Вероника Викторовна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.